Здравствуйте, с вами астролог Ермульна Татьяна. И в этом выпуске своего видеоблога я хочу вам рассказать о моем видении того, как мы ищем и как мы выбираем, ну по большому счету, как мы должны выбирать себе мужчину, исходя из знака зодиака. Я сразу хочу сделать некую оговорку, что я имею ввиду под знаком зодиака. У нас есть два ориентира в этом смысле. Это знак солнца нашего и знак асцендента. Зачастую меня даже спрашивают, как читать прогноз, по какому из этих знаков. Прекрасно, если вы знаете и тот и другой вариант. То есть наверняка вам известен знак своего солнца и как вариант вы можете знать знак своего асцендента. Его легко установить, если вы знаете хотя бы приблизительное свое время рождения, там плюс-минус хотя бы 15-20 минут. Вполне возможно, что вы будете знать свой знак асцендента, если вы только родились не на переходе этого знака. Но если у вас, конечно, время рождения достаточно неточное, то скорее всего ориентиром будет для вас ваш солнечный знак. Почему? Знак асцендента тоже очень важная вещь и вы можете вполне скомпилировать обзор как вашего знака асцендента, так и вашего солнечного знака, потому что знак нашего асцендента говорит о нас самих. Точка вообще асцендент – это наша личная точка. Напротив нее точка нашего партнера, делового или личного, но в основном говорится, что это точка брачного партнера, называется диссендентом. И поэтому, когда я говорю о каком-то определенном знаке зодиака, я имею в виду также, и если говорить про асцендент, как раз имею в виду, внимание обращаю на точку вашего диссендента. Если у вас нет возможности понять свой диссендент, то тогда смотрите этот прогноз с точки зрения солнечного знака. Если есть возможность узнать свой знак асцендента, смотрите этот прогноз с точки зрения вашего еще и асцендентального знака, ну и по большому счету сделайте какую-то определенную комбинацию этих обзоров. Женщины-водолей, ну знает ли кто-нибудь, как вам дорога и цена ваша свобода и независимость? Представляет ли хоть один мужчина, насколько для вас цена ваше уединение? Но ведь это совсем не значит, что вы не хотите себе в жизнь партнера и не ждете того единственного. Вовсе нет. Наверное, у вас наиболее сложное положение для создания гармоничных отношений, для их реализации. Ведь очень важно, чтобы ваш партнер был таким же свободолюбивым и независимым, как и вы. Но в то же время имел потребность в вашем обществе и уважал ваше мнение. Вы родились под управлением двух планет — Сатурна и Урана. И вы очень непростое сочетание внутренней дисциплины и отсутствия внешних границ. Самое интересное, что вы прекрасно дисциплинированы и прекрасно воспитаны. Воспитание у вас даже природное. По большому счету, зачастую водолеев не приходится воспитывать особо, потому что они в целом ведут себя как очень взрослые, даже в крайне детском возрасте. Исходя из того, что у вас сильная стихия воды, воздух, извините, вы еще и аналитичны. Но то, что точно проседает вас, так это история про ваш бездонный внутренний океан чувств, чувств, эмоций и порывов. Исходя из того, что вы аналитик, логик, человек независимый, свободолюбивый и абсолютно не нуждающийся в каких-либо границах, то есть живущий автономно, вам нужен, конечно, мужчина, схожий по вашему темпераменту, но с другой стороны, у которого были бы моменты отличные от вас, который бы вас чему-то новому учил. Знаете, не торопитесь с выбором. Для вас очень важно, чтобы ваш выбор был осознанный и верный, потому что неудачи в партнерстве зачастую оставляют водолеев в одиночестве. Как таковое, люди, которые родились под управлением Сатурна, они неплохо относятся к уведенению, но это не значит, что они прекрасно живут только лишь в одиночестве. Ну и в целом, я, конечно, здесь говорю о том, что как таковая потребность в отношениях у нас всё-таки базовая, вне зависимости от того, под влиянием какой планеты мы родились. Но если, конечно, такой по большому счёту потребности нет, это вот как раз зачастую характерно для людей, у которых очень сильно влияние Сатурна, но не только с точки зрения их асцендента или Солнца, но и с точки зрения других частей их карты. Мужчина должен быть взрослым психологически, желать себе партнёршу женщину независимую, дружелюбную, имеющую некие не шаблоны, не стандартный взгляд на отношения. Прекрасно, если у него уже очень такое устоявшаяся собственная независимая жизнь от родителей, потому что вы наверняка очень будете неприемлить, если он до сих пор имеет какую-то честную связь с родительской семьёй. Он не должен страдать традиционализмом и видеть женщину, такую создательницу борщей и селёдок под шубой. Это вообще не ваша история. Ищите себе интеллектуала, немного эгоистичного, но очень ответственного, уважающего свои решения и приверженного своему выбору. Вот именно об этом я и говорю, о том, что человек должен быть уже взрослый психологически. Как ни странно, вас связывает именно свобода. В отношениях вас связывает свобода. У каждого должно быть своё дело, своё личное пространство, и каждому должна быть интересна личность другого человека. Разговоры, диалоги, знания, дискуссии и схожие увлечения. Вот что будет материалом для вашего фундамента отношений. Хочу также сказать, что вы человек, который очень сложно распоряжается деньгами. Вы неплохо их зарабатываете, но по большому счёту вы аскет. Вы стремитесь к тому, чтобы вас окружало как можно меньше материальных вещей, потому что материальные вещи приземляют, они связывают, и пространство, когда чем-то материальным наполняется, его становится меньше. А вы любите, когда пространства много, когда вас не связывает ничего, поэтому, кстати, зачастую женщины-водолеи поздно выходят замуж и поздно рожают детей, потому что это излишняя ответственность, и, конечно, это в определённом смысле уже ограничение свободы. С точки зрения денег вы точно так же к ним относитесь. Вы понимаете, что деньги надо куда-то тратить. Логикой вы прекрасно понимаете закон сохранения вот этой энергии, что деньги надо куда-то вложить, на них что-то надо купить, чтобы они опять приходили в жизнь. Именно поэтому вы как-то не очень стремитесь, не очень заинтересованы, чтобы деньги приходили в вашу жизнь, потому что приходится себя окружать какими-то вещами, что-то на это покупать, к чему-то быть привязанной. И вам, ну, зачастую поэтому вот такая вот в женщине формируется некая нехватка финансов со временем. Но непонятно, откуда корни растут у такой ситуации. Ну и нужен мужчина, который бы неплохо понимал, что деньги — это прекрасная возможность быть свободным и независимым. И знаете, он бы вам это продемонстрировал. На примере своём, на примере своих убеждений, на примере просто построения вашей совместной жизни. Вы далеко не лидер, вы игрок командный, но любите, чтобы эта команда состояла из автономных людей. И семья — это тоже команда. И ваш мужчина, он должен прекрасно понимать, как вы любите свободу, и как в то же время вы любите, чтобы вы находились в постоянном взаимодействии. И вот это взаимодействие, лёгкое и свободное, оно формируется из хорошего качества жизни, когда можно путешествовать, не работать с 9 до 6, иметь, когда вам хочется выходные, когда хочется рабочие дни и так далее. Вот прекрасно, если ваш мужчина — это всё для вас сделает и покажет вам эту сторону жизни. С точки зрения традиционной астрологии, вам очень хорошо подойдут люди огненной стихии, такие как стрелец и овен. Конечно, львы для вас будут в этом смысле вызовом, потому что львы находятся на противоположной стороне зодиакальной оси от вас. А значит, то, что вас сфрустрировано, ну, например, импульсивность, активность, творческое, какая-то такая публичное творчество, лидерство, по большому счёту, щедрость и, ну, такое вот желание быть единственным и неповторимым, это вас всё фрустрировано, вы очень этого стесняетесь, вы очень этого не любите и даже, наверное, где-то это критикуете. Вот мужчины-львы, они именно такие. Они, ну, для вас, они, наверное, очень эгоцентричны и очень эгоистичны. Но именно они, как зеркало, вам будут показывать эту сторону вашей жизни, потому что она тоже у вас есть, но просто крайне неразвита. Поэтому, если вы свяжете свою жизнь с мужчиной-львом, то это будет вызов, но это будет прекрасный эволюционный скачок. А вы любите развиваться, и вы любите познавать всё новое. Так что я вам, совершенно не боясь, сватаю мужчину-льва. Но и со своей стороны я также могу вам посоветовать ещё и мужчин-козерогов, как ни странно. Вы тут под управлением одной планеты, планеты Сатурн. Мужчина-козерог, конечно, очень консервативен. И в этом смысле вы ему можете крайне понадобиться, потому что именно вы свободны от внешних условностей. Внутренних у вас достаточно. Но на внешние вы не обращаете внимания. Вы очень внутренне референтны, то есть ориентируетесь на свои собственные мнения и суждения. Тогда как у козерогов всё наоборот. А с точки зрения как раз вашей пользы от этого союза, я его вижу в том, что козероги вас научат как раз, как вписываться правильно в общество. Иногда вы кажетесь людям чудаковатым, и именно из-за этого нет определенного успеха и продвижения в социуме. А козерог может его для вас создать. Какой бы выбор вы не сделали, помните, что вы главный ресурс у себя. Ваша независимость, ваше свободолюбие, ваше совершенно оригинальное, не шаблонное восприятие жизни, это то, что вас полюбит и оценит ваш избранник. Я желаю, чтобы вы не теряли свою изюминку, развивали её, ценили и просто любили эту жизнь. Удачи вам, водолеи! И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok